Здравствуйте, туристы и милитаристы! Вот лично мои какие-то внутренние заглюки, лично мои какие-то вопросы к самому себе, которые не дают мне по ночам спать. Мне иногда, я просыпаюсь, встаю, иду на кухню, выпиваю пару глотков прохладной воды, потом смотрю в окно и думаю, все-таки какой же нож круче будет? Шторм, Катла или Итала? Ну, примерно так все и происходит. То есть, я совершенно, при всем, при том, что мне Шторм понравился, лично для меня Катла на тестах Шторму делала по полной программе, там совершенно без каких-либо сомнений. Но вот этот парень, двухцветный, двухсторонний, он может еще дальше всю эту интригу развить. По крайней мере, для меня интрига, она действительно существует. 10 миллиметров сизалевая веревочка. Сразу говорю наперед. Скорее всего, у меня в планах перейти на 14-миллиметровую, а это будет означать то, что еще труднее ножам будет резать поперек. Я сразу же говорю, что я делаю попытку прорезать продавливанием поперек эту веревку. Если у меня в какой-то момент, ну, действительно, я понимаю, что не растет бамбук в Апскове, так или иначе, я начинаю играть. И это видно, и я об этом говорю. Так, поехали. Тун-тун-тун-тун-тун. Хей! Ну вот сейчас движения рукой были, но при этом сама по себе кромка не выскользнула. То есть не на выходе бы я резанул, а так или иначе, именно вот такими вот поигрываниями я его продавил. По-моему, с Катлой тоже самое было. В любом случае, Шторм был проблематичнее был. Это я тоже помню. Давайте что-нибудь построгаем, порежем. У Итала просто нереально резательная геометрия. Так, ну вот, в два движения довольно легко. Опять же, если так есть с чем сравнивать, есть, конечно же, ножи, которые буквально так вот в один порез, но в любом случае рез вот этой вот самой 10-миллиметровой веревки, он достаточно комфортный, достаточно быстрый. То есть без вот этих вот телепаний и расшатывания пенька. Та-ра-та-ра-тан! Хей! Так, где у нас были, мне интересно, где у нас березка? Вот у нас небольшой кусочек из остатков норвежской березоньки. И давайте вот здесь вот прям по сучку, по-живому и резанем. Ох ты ж, как он хорошо зарывается в древесину-то. Перфекто! Рукоять по удобству, по комфорту катли уступает конкретно. То есть совершенно четко у меня сейчас ладонь чувствует вот эти вот именно выступы, грани все рукояти. Но сама по себе, сам по себе процесс строгания, это просто секс. Так, показываю. Вот видите? То есть вот здесь у меня рисуночек отпечатался, так или иначе чуть-чуть на ладони осталось. Что у нас с фреймом? Ну, фрейм потом еще проверим. Совершенно нормально все пока работает. Так, это у нас дубок норвежский. Да ну нафиг, сейчас, подождите, ребят. Думаю, ладно, до следующего, до следующей какой-то сцены потерплю. Ну и вон нахрен. Сниму куртку, жарко стало. В общем, сейчас такие погоды интересные с утра, было прохладно. Прям реально прохладно. Сейчас я чувствую, я не взял этот офф от комаров. Чувствую, что это была моя ошибка. Деревяшка сложная, она твердая, как собака. Но, совершенно уверенно, нож у нас выгрызает этот колышек. Именно не выгрызает, именно строгает. Выстрогивает. То есть, здесь весь прикол. Сколько раз вот такими твердыми деревяхами, если я занимаюсь, да, я все время думаю. Вот ты вырезал себе колышек, причем ты же его можешь довести просто до совершенства, сделать абсолютно острым. И ведь реально это оружие. Потому что если, ну, деревяшку, если мы берем, например, какую-нибудь оливку или израильский дуб, это полный пипец. Им реально можно кого угодно проткнуть просто. Ну вот, только что у нас был слейпнер на 62 единицы. Я могу сказать, что здесь на фолдере МКО она все же чуть-чуть себя ведет пободрее. Самая малость, но именно вот процесс идет. Вот. Нельзя сказать, что это прям супер силой мысли, но очень достойно. Оливка. Олив. Вот так. По оливке вообще крутизна. Вот так. Совершенно четко у нас идет срез оливы. Так. Самшит. Надеюсь, если итальянцы смотрят, или любые англоговорящие люди, они понимают, что это сорт дерева. Как бы нам взяться. Давайте вот так и сделаем. Чуть-чуть с этой стороны. Просто именно строганем. Ох ты ж. Сдаюсь. Руку, конечно, намял, будь здоров. Так. Резать могет. Строгать могет. Но ладони моей на следующих ладони моей на следующих тестах придется изрядно поднапрячься. Ну ничего, не в первый раз. Очень нравится мне когда мне пишут в комментариях причем я сейчас это не наезд и не предъява меня на самом деле улыбает когда мне пишут про то, что у меня просто руки нежные поэтому там наминает, не наминает и прочее. Возможно. Возможно. как говорится лишь бы вам было хорошо. Кокосинга не будет. Все все комментарии на эту тему приветствуются вежливые. Кокосинга не будет. Просто просто не хочу. У нас с М совершенно нормально зачетно откокосилась катла совершенно зачетно откокосился этот шторм здесь не хочу. Ну что деревяшки у нас были вполне себе суровые и вполне себе вполне себе вполне себе где-то здесь все-таки давайте давайте еще один листочек стратим не вопрос тататататат эй осень ну зацените рез ровный но слегка не без махры Резюмирую Резюмирую, что для уличного теста в любом случае катла показала себя лучше Если сравнивать с этими тремя ножами Почему? Потому что здесь мы имели совершенно прикольное Я, кстати, вам не показал, как фрейм ушел на пятку Но на самом деле он ровно так и был Просто забыл Так вот, что я хотел сказать Я хотел сказать, что если мы берем именно работу по каким-то деревяшкам Работу в условиях open air Назовем это так То здесь совершенно четко отработал клин Но у катлы, очевидно, удобнее рукоять Она просто более щадяще относится к вашей ладони Но если мы смотрим в целом с точки зрения EDC направленности Городского использования ножа Нарезки какой-то, постоянные нарезки и прочее То это у вас фактически на кармане кухонник То есть Итало в этом плане, конечно, я не говорю там вне конкуренции Но очень немногие ножи других брендов могут составить ему конкуренцию Именно с точки зрения работы вот этого вот постоянного слайсинга Который так или иначе для меня лично это именно основа EDC действий В основном это нарезка колбасы, фруктов, овощей и хлебушка А все остальное это уже там потом Какие-то вскрывательно-упаковочные функции разных складных ножей Я даже не сравниваю по той простой причине Что если у вас нож до конца не упоротый То по большому счету он с любой геометрией С более-менее нормальной заточкой Он так или иначе с каким-то вскрывающими упаковочными заданиями Он так или иначе справится Все, спасибо за просмотр, всего доброго Увидимся И Тало просто красавчик На самом деле У него необычный дизайн Кому-то понравится, кому-то не понравится Но по функционалу этот нож просто суперский Увидимся, ребята Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok